Всем привет, доброе утро! Меня зовут Оксана, живу в Испании, лет 15, наверное, точно не помню, не в этом суть. В общем, натолкнула меня на такое видео. Одна женщина, вчера она мне написала, у нас была очень интересная переписка, надеюсь, вам вид мой нравится. Почему-то так решила снять. Солнце еще всходит, и прям так вот, а шарфиком повязалось, чтобы теплее было. Так вот, произошел такой разговор у нас с ней, вот, с этой женщиной мы не знакомы, она тоже блогер, живет здесь недалеко от того, где я живу. Ну, почему-то все время скрывает свое место проживания, но это не мои проблемы, где хочет, там и живет. И, не помню, год назад, может быть, два назад уже она как-то написала, или я написала комментарий, или еще какой-то. В общем, она пишет, назовем ее Ниной. Пишет, что сразу писала что-то там, не помню что, я помню только что, типа, вот, надо встретиться, попить кофе. Ну, я посмотрела ее влоги, все дела, и сразу поняла, что это не мой человек, не ошиблась, сто процентов. Вы знаете, я такой человек, что есть даже люди, с которыми я не разговаривала, но они мне уже не нравятся, не симпатичны. Я не знаю почему, это вот как мой Чарли, например, ему все собаки не нравятся, он с кем-то играет, а кого-то загрызть хочет. Так и тут, вот даже вот компания большая, да, новые люди, и встречаются люди, которым вот даже мне ничего не сделали, но они мне уже не симпатичны. Вот это тот самый случай. Ну, я такой человек, что я прямой человек, но людям, которых я не знаю, я не буду в лоб говорить, что там, ты знаешь, я с тобой кофе не пойду пить, потому что ты мне не понравилась, с первого взгляда, да. Вот, я то ли промолчала, то ли что, в общем, канал тоже ее, он специфический, девушка, женщина в поиске, не знает, что снимать, хочет много заработать, но, видимо, не особо получается. Я так думаю, судя по просмотрам. Вот, и, ну, не знаю, в общем, и вчера она мне написала, начала такой разговор. Тут мне еще пишут комментарии. Вот, на мои сторис, кто в инстаграм подписан, видела их, а кто нет, подписывайтесь, ссылка в инфобоксе, где я рассказываю, что в Испании появились, наконец-то, маски. В этих, в аптеках, и продаются у них стабильная цена 96 копеек. В общем, она мне пишет. Я вам сейчас прочитаю весь наш диалог, а потом, как говорится, начнем разбор полетов, потому что затронуто очень много тем. Вопросы, да, там есть такие вопросы, которые вас интересуют, и вот так вот, походу, я просто подумала, знаете, так у меня щелкнуло, думаю, надо заснять на эту тему видео. И как раз отвечу на многие вопросы, потому что я знаю, что у людей крутятся эти, эти темы в голове. Ну, а пока я вам просто прочитаю все то, что она вот мне написала. Так, значит, я в маске, снимаю, что они поэты, она мне пишет. Не здрасте, не до свидания, просто пишет. Мне дали в амбулатории бесплатно, я попросила заехать, заехав в маску, то есть я ей говорю, что я пошла в аптеку, купила за 96 копеек маску, она говорит, что ей дали в амбулатории бесплатно, я попросила, я заехала, попросила. Потом она мне, значит, другое сторис, где я загорать вышла, да, собственно, эту и крышу. Пишет, Оксан, попробуй попить спирулин, я думаю, тебе это пойдет на пользу. Кстати, Ниночка, если ты меня смотришь, спасибо тебе за тему, очень интересно. Вот. Я, естественно, залезла посмотреть, что такое спирулин, ну, я же не буду пить все, что, как говорится, мне предлагают. Пишет, смотрю тебя на ютубе и вижу, что особо без денег сидишь. Почему не направить съемку блога на один формат, как готовка, например? Влоги не приносят денег, блоговый, это сейчас очень тяжелый формат и дешевый. Потом пишет, позанимайся там с этим, этим. Она этим занимается и вот пропагандирует всем, что она там купила курс и вот все дела, что он там супердорогой. В ютубе много бесплатных упражнений, это очень эффективно. Я вам сейчас все прочитаю, потом будем разбирать. Так, я ей, значит, пишу. Из-за маски в амбулаторию не очень хочется идти. И про спирулин говорю ей. Интересная штука, спирулина или как ее там. Ну, на шутку все переношу, все такое. И дальше вот она мне тоже пишет. Чтобы быть в стране, тебе нужен белок. Смотрю, ты углеводов уплетаешь много. А я и дальше про спирулин этот. Купить в аптеке по две таблетки перед завтраком, две перед обедом и ужином. Ну, в общем, как пить надо это его. В общем, так. Спирулин помогает сахару не скакать и не превращаться в жир. Я ей пишу. Я ей пишу. О, после булки в самый раз. Ну, булку сладкую съел, потом этот спирулин заглотнул. Ну, и все, сахар в кровь не пошел. Эх, если бы разбирать будем потом. Тело становится красивым и подтянутым. Ну, да, я вижу, ты прям как бабушка. Ведь молодая еще, не запускай еще себя. Я ей пишу. Ну, да, не дедушка, и то хорошо. Да, кушай белки, яйца, курицу, рыбу. Это может телу и рукам не ввисать. А в логе это фигня. Нафиг время тратить. Делай потихоньку в своем формате. Но готовь. Или еще что-то. Я раньше столько времени потратила на эти влоги. Это была моя огромная ошибка. Когда начнешь зарабатывать, мост по-другому будет работать. Я, значит, пишу. Я занимаюсь тем, что мне нравится. А для денег есть работа, которая мне тоже очень нравится. Мне в моей жизни вообще все нравится. Главное жить в гармонии с собой и делать то, что тебе нравится. Пишет она. Согласна. На сто. Просто смотрю на тебя и думаю, блин, приехать в Испанию и жить скромно. Долго не писала. Знала, что тебе не нужен совет. Но тем не менее написала. Извини, не в обиду. Ладно. Удачи. Не обижайся. Хотела посоветовать с фигурой и влогом. Так, как мне никто не помогал. Так, как мне никто не помогал. Спокойной ночи. Больше не лезу. Я ей пишу, что у меня есть подруги. Если что, они мне посоветуют. А потом пишу. А вообще они мне ни к чему советы. Ты права. Я их видела в влогах. Удачи. Извини, если я обидела. Я ей пишу. Твои советы получаются как оскорбление. Хотя я не обидчивый человек. Почему? Как оскорбление? Я ей пишу. Ну, сама подумай. Назвать другую девушку бабушкой. Ну, же с юмором. Вижу, как каждый день прыгаешь на крышу. И толку нету. Вот и решила посоветовать. Я ей пишу. А какой толк ты хочешь увидеть? Ты ведь моя ровесница. А выглядишь на 10 лет старше. Поэтому подумала посоветовать то, что работает реально. Я ей пишу. Значит, в смысле нет толка. Ем булки, вкусняшки, шоколадки. И ни на грамм не потолстела на карантине. Это не толк? Питание и правильный спорт. Я ей говорю. А я ей пишу. Это генетика. И фильтры в телефоне. И тогда мы будем выглядеть замечательно. Ну, ладно. Ну, понятно. Ладно. Не думала даже обидеть. Хотела посоветовать, как денег заработать на блоге. И все. Так как вижу, что живете не очень. Не знаю, чем муж твой занимается. Я ей говорю. Вот странно ей богу. Успела обозвать старухой с обзвизженной кожей. В шутку. Но мне действительно смешно было. Пишу ей. Ты сделала мой вечер. Это было около 12 ночи. Мне стало так смешно. Для того, чтобы объяснить, что делает спирулин. Он не дает телу обвиснуть. Я пишу ей. Ага. Я всем так объясняю. Что понятно было. Так как в интернете много информации. А я ей пишу. У меня денег нет на спирулин. Ютуб, говорю, мало заплатил. Ладно. Если все окей, то я рада. Значит, то, что я вижу, это мое воображение. Пишу ей. Точно. Оно у тебя отменное. Не обижайся. Не было и в голове обидеть. Спокойной ночи. А я ей пишу. На что я могу обидеться? На твое воображение. Больше не лезу с советами. Мой муж был прав, что не нужно тебе писать. Но я не удержалась. Я ей пишу. Надо уметь давать советы. Ты лучше воздержись их давать. Тем более, когда не просят. Согласен. Почему согласен, не знаю. Но почему-то показалось, что нужно. Ниночка, большое спасибо за видео. Но почему-то показалось, что нужно. Я пишу ей. Все твое воображение. Да, поняла. Так, теперь будем разбирать. Так. Ну, вы поняли, да? Что про что речь? Значит, начнем с первого. Про маску. Что я это? Мне дали в амбулаторию бесплатно. Я заехала и попросила. Значит, я. И за 96 копеек. Поеду в амбулаторию. Амбулатория это, ну, типа, скорой помощи. Вот где больные, туда все идут. У кого что-то болит. То есть сейчас и пандемия. Все больные, может быть, с короной, может быть, бесть, сидят там. А я такая, богатая, по ее словам, красивая. Из-за 96 копеек пойду в этот вот эпицентр, чтобы мне маску дали бесплатно. Ну, понятно, да? Не пойду. Хоть мы и бедно живем, но евро я нашла на маску. Так, дальше. Ну, попробуй, мам, попробуй попить спирулин. Я вообще никакие добавки, ни пищевые, никакие не принимаю. Мне кажется, что я ем достаточно фруктов, овощей, что моему организму вообще не нужны никакие эти пищевые добавки. Спирулина, не спирулина, пирулюля или еще что-то. Я чувствую себя замечательно. Вот в свои неполные 40, 39 мне будет. Я могу делать все то же самое, что делала в 20. Сдавала анализы, спросила с врача именно, говорю, может быть, витамины какие попить? Она говорит, а зачем? У тебя все замечательно. Поэтому я не вижу смысла пить какие-то добавки. Тем более я в них, ну, как бы не то, что не верю. Мне кажется, все в организм к нам приходит с едой. Поэтому пить что-то не буду. Ну, просто интересно было. Знаете, хотела поддержать разговор. Думала, человек умный, вот, и так вот. Так, Ланя, дальше. Смотрю тебя на YouTube и вижу, что особо без денег сидишь. Простите, а как она это поняла? Что мы без денег сидим? Тут вот я в замешательстве, по моим видео. Вы тоже, может быть, видите, что я без денег сижу? Мне кажется, я много раз говорила, что я такой человек, что я когда работаю и работала, у меня 30% уходит на отложение денег. YouTube – это для меня не работа. Если я здесь и зарабатываю, то этого заработка не хватает даже, я не знаю, на что. Оплатить программу для монтажа. Я не знаю, может быть, у вас тоже такое мнение сосложилось, что мы без денег сидим. Кстати, жрем мы больше, чем когда не сидели на карантине. В общем, я не поняла, с чего она так решила. Ну, ладно. Так, кого-то она мне тут советует, тренера какого-то, вот, что это эффективно. Вот она-то за него платит огромные деньги, целых 100 евро в месяц. А у меня-то денег нет, я же бедная. И вот, но она меня обрадует, там много бесплатных упражнений. Я занимаюсь с теми, с кем мне нравится, и тем, что мне нравится. Мой спортклуб, который тоже стоит денег, не бесплатный, я же нищая, не в этом дело. Мне посылают всякие коды, чтобы я заходила на их страницу, и вот, они тоже платные, но плачу я уже спортклубу. И там занимаюсь, а они онлайн делают, в общем, занимаюсь тем, что тем я хочу. Да, кстати, я занимаюсь именно не для того, чтобы там похудеть, сделать красивое тело. Кстати, оно у меня не совершенно не дряблое. Я сегодня посмотрела в зеркало, я каждое утро взвешиваюсь. Я ни на грамм не поправилась, но это потом. Так, ладно, что дальше? А, ну да, я ей написала, я говорю, не хочу худеть, я и так красивая. Что я ей описала? В общем, я занимаюсь для того, чтобы не потолстеть. На карантине сейчас что все делают? Лежат на диване и толстеют. Логично, потому что едят и все такое. У меня вообще принцип, знаете какой? Что я поела, то я и потратила. Вот я поела сегодня, допустим, ну еще не поела, Поем там булки, шоколадку на 1200 килокалорий. Я эти 1200 килокалорий должна и потратить. Для того, чтобы не потолстеть. Все. Чтобы потом влезть в свою одежду. Вот, чтобы тело стало красивым, подтянутым. Ведь молодая еще. А как бабушка. Ну, хорошо, хоть не дедушка. Это может тело и рукам не обвиснуть. Друзья, у меня есть кожа, вот эта вот часть. Да, она обвисла. Я как-то говорила, 4 года назад, мне было уже 34, наверное, 35 лет. Я весила 106 килограмм. Я в 18 лет худела тоже на 20 с лишним килограмм. Тогда все подтянулось, кожа эластичная. 18 лет не 36. В 18 лет все подтянулось. Была тоже 80 килограмм. Я всегда худею до 80 килограмм. Больше мне не надо, потому что мне начинают выпирать вот эти кости. Мне это не нравится. Мужики, не собаки на кости не бросаются. Поэтому 80 мой вес. После того, как я похудела вот 4 года назад на 20 с лишним килограмм, кожа уже не подтянулась. Вот у меня живота нет, ничего нет, у меня его никогда не было. А вот эта часть уже руки. У нас, я говорила, у нас, у всей семьи. У кого-то, знаете, тело же разное, у кого-то ноги толстые, а сами они худые, а ноги полные. Мы же все разные. Вот у нас руки, хоть какая ты худая будь, руки все равно будут по сравнению со всем телом полные. И вот когда я похудела, у меня вот кожа просто начала висеть. Не особо прям там, как знаете, висеть. Но она не подтянулась, потому что это возраст, не шашнадцать. Поэтому там хоть ты что делай. Вот у меня мышцы тут есть, а вот тут кожа. Что поделаешь, ничего. Я не переживаю. Я посмотрю, вы там снимаетесь? Снимаетесь. Вот, поэтому как бы я сама себе нравлюсь. У меня комплексов совершенно никаких нет. Поэтому как бы нет. Да, про влоги, что там, типа, готовь деньги, когда начнешь зарабатывать, мозг по-другому будет работать. Здрасьте приехали, когда начнешь зарабатывать. Я с шестнадцати лет работаю. Зарабатываю. И для того, чтобы заработать, у меня есть моя работа. До которой я зарабатываю деньги. А видео, влоги, это просто мне нравится снимать. Раньше были одноклассники, где мы выставляли всякие фотки, разные видео, все такое. Потом сделали инстаграм, где мы выставляли тоже фотки. У меня все это было. И потом я узнала о ютубе, что можно выставлять видео, что их будут смотреть. Все, я делаю все, что мне нравится. У девушки много подписчиков, много, сразу скажу. Но просмотры у нее такие же, как и у меня. То есть она снимает где-то раз в три дня, раз в неделю. А я каждый день. Просмотры у нас совершенно одинаковые. Вы знаете, я вообще заметила, в ютубе есть девочки, у которых по 10-12 тысяч человек подписчиков, а просмотры 200-300. Не знаю, с чем это связано. Потому что, может быть, неинтересно. Может быть, подписались и забыли. Фиг его знает. Ну, вот так. У меня на отношении где-то половина. Половина моих подписчиков смотрит. И, в общем, у нас одинаковые просмотры. Поэтому, не знаю. Зазвездилась девочка, наверное. Откуда у нее миллионы? Так, ладно. Просто смотрю на тебя и думаю, блин, приехать в Испанию и скромно жить. До этого я себя считала среднестатистическим жителем Испании. Кстати, почему я приехала в Испанию, ссылочка внизу под видео. Моя жизнь в Испании. Я там рассказываю, что, почему, как. Кстати, девушка, смотря на то, как живет эта женщина, яхт нету, самолетов тоже. Ничего такого нету. Не знаю, с чего она взяла, что она лучше меня живет. Я вообще не поняла. Вот вообще, честное слово. Ну, если она так хочет считать, ради бога. Мне, как бы, ни холодно, ни тепло. Я приехала в Испанию не за красивой жизнью, не за богатством. Я просто приехала жить. Жить так, как я хочу. Я вообще не представляю, как можно ехать в какую-то другую страну с намерениями жить богато. Если ты не был богатым и не работаешь, какой-то, сама не учишься, не работаешь, то как можно жить богато? Я не понимаю. Выйти замуж богато, да? Есть такие удачные девушки. Но это, мне кажется, они несчастливо живут, потому что, не знаю. Ну, я даже говорить об этом не буду, потому что для меня это вообще очень странно. Приехать в Испанию и жить скромно. Есть над чем подумать, но не знаю. Я просто сравниваю ее жизнь и свою. Ладно бы мне сказал, знаете кто. Вы знаете, я тут, я пишу многим блогерам, они мне даже отвечают. Костюшкина. О, Господи, как же я вас зовут-то? Юля Костюшкина. Это жена певца Костюшкина. Женщина, не танцую. Мне она нравится. Вот как человек. И вы знаете, она мне отвечает на каждый мой комментарий. В сторис я ей пишу, она на каждый мой комментарий пить. Вот она, да, успешная, богатая, я считаю, да. Да, счастливая, но она настолько простая, вот как человек, да, вот знаете, мне не зря говорят, будь попроще, и люди потянутся. Вот она такая вот человек, что с ней обо всем можно поговорить, и она отвечает, представляете, вот сколько вот у нее сейчас бабушка умерла. Так ее жалко, потому что она тоже рассказывала, что ее бабушка воспитывала. Вот, и вот она такой настолько вот незазвездившийся человек, такой простой, вот она никому это вот, не знаю, как это объяснить, будьте попроще, и люди к вам потянутся. Вот у меня такой принцип. Я люблю обыть простых людей. Не то, в том плане, что они бедные, там, независимо от денег. Простые, душа, душа, вот, душа простая. А не то, что там, знаете, люди, которые зазвездились, не знаю, благодаря чему. Или, ладно, там яхты были, самолеты, или там коттедж трехэтажный, да, с бассейна. Обычный человек, такая же квартира, такая же жизнь, такой же доход. И когда тебе говорит, вижу, что скромно живете, ну, в общем, смешно. Я и так и написала, а ты не так же живешь? Ой, не могу. В общем, да. Человек просто хочет, знаете, заработать денег, другого выбора, ни выхода нет, кроме Ютуба. А Ютуб тоже особых денег-то и не приносит, потому что, ну, потому что не приносит. Не те просмотры. Так, что еще там описать? А, ну что, вот советы она мне дала. Она меня не хотела обидеть, друзья. Она меня не хотела обидеть, тем не менее, назвала дряблой старухой, которая выглядит на 10 лет старше своих лет. Но обидеть она меня не хотела. Это все шутки. Я такой человек, я не обидчивый, я не обижаюсь. Я могу обидеться на мужа, на близкого какого-то родственника, родственника, но никогда не обижусь на подругу, потому что просто, как бы это сказать, я... Всей правды никто не знает обо мне. Никто. Даже мой собственный муж. Я человек закрытый. Все мои эмоции, все мои чувства спрятаны далеко. Не потому что меня кто-то в жизни обидел, а потому что я такой человек. Я буду вот сидеть, знаете, на душе кошки скрибут, умираю внутри, но никто этого не заметит. Хотя люблю пореветь, очень люблю в одиночестве. Поэтому, если меня... Меня никто не может обидеть, только я сама себя. Потому что, знаете еще, почему, наверное, что у меня вот такая стена передо мной, защитная, что меня вообще невозможно обидеть. Потому что те слова, которые мне говорят, я их не воспринимаю себе. Ну вот назвала она меня дыряблой старухой. Я бы обиделась, если бы я действительно чувствовала себя так. Я себя чувствую красивой женщиной, желанной. Поэтому слова ее меня просто не могут обидеть. Также там, тоже хотела тему такую про зависть рассказать. Я никогда... Я не умею... Завидую. Знаете, кому завидую? У кого живы родители. Очень завидую. Прям вот смотрю, когда... Особенно лет 18, когда было, и у людей были живы родители, так завидно было вообще. Я тоже, знаете, я в детстве, да и... Наверное, по сейчас иногда закрываю глаза и думаю, вот бы была все это ложь, что мои родители не погибли. И вот я просыпаюсь, и меня вот обманули, а они вот зашли в дверь и сказали, я твои... Типа, мы твои родители. Ну, конечно, это не может такого быть. Вот я завидовала, у кого родители живы. Потом я еще кому завидовала. Я завидую, у кого здесь в Испании есть сестра, брат, родственник живет недалеко. Блин, так завидно. Так вот у меня у подруги есть живут две сестры, вот они тут. Мне так завидно им вообще. Они вот общаются, да, есть родной человек. Я так хотела бы, чтобы моя двоюродная сестра даже не брат, а вот жена его, они бы вот жили рядом, мы бы ходили друг к другу в гости. Вот этому я завидую тоже. Вот таким, знаете, а не материальным каким-то там средством. Потому что я думаю, что все в наших руках. Если я захочу самолет, вот я, если честно, я всегда иду к своей цели. У меня вот одна цель, я ее достигла, потом другая. Вот так вот. У меня нет цели купить самолет, он мне не нужен. У меня цели купить яхту, потому что она будет стоять, мы на ней не будем ездить, кататься. Кстати, море шикарное. Поэтому в денежных вопросах я никому никогда не завидую. Чего завидовать-то? Встала, жопу подняла и пошла работать, если тебе чего-то хочется. Да. Вернемся к женщине. Ниночка. Ну да. Старуха. Она типа говорит, что мы одинакового возраста, но выгляжу я на 10 лет старше. Да. Может быть, хрен его знает мне, как по барабану, сколько лет я выгляжу. Вот. Все дело в том, что женщина снимает с фильтрами. Одни фи... Вот. Я снимаю без фильтров, никакие фильтры не ставлю. Естественно, там все уберут и морщины, и все на свете. Мажусь я всякими масками, херасками. Здесь лет 16. Вы знаете, я все время ухаживала за своим лицом и за своими волосами. В общем, в деревне даже жила. Мыла волосы репейным вот этим вот отваром, корень лопуха, на лицо огуречки, там все такое. Знаете, все это было. С 24 года я уже мазалась кремами для морщин. У меня вот тут вот умная морщина вот эта вот. У только умных людей она возникает. Вылезла вот эта морщина, и я начала там всякими маски. Я, в общем, всю жизнь я чем-то мажусь. Но это генетика. Ничего этого. Вот хоть вы обмажьтесь, вот-вот хоть забальзамируйте себя. Если у вас в родне все морщинистые или с седые, то и вы будете морщинистые и седая. Хоть там варю, забальзамируйте все этими кремами, ничего не поможет, кроме уколов. Уколов, операции, вот это всего. Уколов очень боюсь, вы знаете. Поэтому, может быть, кольнула себе что-нибудь. Но у меня от одного только, от одной мысли уже плохо. Я помню вот эти дырки делала в ухе. Я чуть сознание не потеряла. Правда-правда. Я купила воды, он там мужчина, мне прокалывал уши пистолетом там, две секунды. Я чуть сознание не потеряла. Я села на стул, вот так вся белая. Поэтому уколы. Я как представлю, что мне будут в лицо колоть, мне уже плохо. Может быть, когда-нибудь и дойду до этого. Но это все, знаете, ходить по миру и рассказывать, у меня нет ни одной морщины. У меня нет ни одной морщины. Снимай себя с фильтрами, которые убирают все эти морщины. Это глупо. И как-то не знаю. Будь про проще и люди к тебе потянутся. Так. Никакие маски, хераски не помогут. Ничего не поможет. Хоть ты там, говорю, все, что хочешь, то и делай. Батарейка села. Но я ее уже немного подзарядила. Я уже, в принципе, заканчивала. Что тут и как. В общем, вот такая у меня подруга нарисовывалась. Подруга. С такой подругой и враги не нужны. Правда? У вас есть такие подруги, которые лезут в вашу жизнь, которые пытаются, не знаю, что-то посоветовать, что-то... Не знаю, что они пытались, что она пыталась мне этим сказать. Потому что кроме каких-то, да, можно сказать, оскорблений, я не заметила больше каких-то действительно действенных советов. Ну, да ладно. Это лишь мне дало понятие в очередной раз, что я... Все-таки моя интуиция права. Если мне человек не понравился как бы с первого раза, то вряд ли у нас сложатся какие-то отношения с этим человеком. Пишите в комментариях, обсуждайте, как вам такая вот ситуация. Были бы... Были ли у вас такие же ситуации? Как вам вообще такие люди? В общем, интересно знать ваше мнение. Я даже больше это видео сняла для того, чтобы... чтобы с вами пообщаться, чтобы вы писали комментарии, какие-нибудь свои истории. Может быть, у вас что-то было похожее такое. Вот. Ну и вообще, как вы относитесь вот к таким вот, можно сказать, советам. Вот. Вот. А я пошла заниматься спортом и продолжать влог. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. И еще раз говорю, жду ваших комментариев. на эту тему. Спасибо.